Мобайл Стронг В восторге от охоты, и когда мне и моей команде позвонили с предложением поохотиться на водоплавающих птиц в Соскачеване, Канада, я не смог отказаться. И вот мы в Соскачеване. Это родина охотничьего туризма в Канаде. Отличная возможность вспомнить свои навыки охоты на водоплавающих птиц. В этом выпуске программы вы увидите очень живописные места и увлекательную охоту. Соскачеване Четвероногие охотники Наше приключение начинается со встречи с черным лабрадором по кличке Касл. Я продал Касла Мобайл Стронг еще щенком, а его обучение закончилось за два месяца до этой охоты. Я также поработал и над тем, чтобы обучить и команду Мобайл Стронг. Они пригласили меня провести вместе пару летних месяцев и понаблюдать за их вылазками в поля. Я вместе с собаками произвел разведку местности. Помимо нескольких водоемов, мы исследовали одно поле и обнаружили многочисленные гнездовья водоплавающих птиц. И как только собаки их увидели, они сразу же среагировали. Стреляю. А мы молодцы. Стреляю. Стреляю. А мы молодцы. А мы молодцы. Цель. Цель. Ко мне, приятель. Это была первая охота Касла, а у меня был шанс увидеть его за работой. Он прекрасно справился с поиском птиц, но когда в дело включилась большая группа поиска, мы отозвали его с поля. К тому же он несколько раз порывался бежать заранее, но мы пресекли эти попытки. В целом это было хорошее начало охоты. Стреляю. Снимем их. Есть одна вместе с предыдущими. У меня три. У меня тоже. Элементы тренировки Касла продолжались на протяжении всей охоты, но в общем день прошел великолепно. Далее в программе. Новые приключения охотников на водоплавающих в Соскачеване. Четвероногие охотники. Советы по дрессировке. На этой неделе мы будем учить собаку подбирать добычу. Рассмотрим начальный момент, заставим пса переплыть водоем и подобрать добычу на том берегу. Зачастую используется какой-то ориентир. Дерево, куст, то, что собака может использовать, как отправной пункт. Когда я начинаю работать с молодой собакой, я использую белое ведро. Оно заметно даже в зарослях и притягивает взгляд собаки, где бы вы его не поставили. Итак, я оставлю ведро здесь, переберусь на тот берег пруда и покажу вам, что делать. Сейчас мы на этой стороне, белое ведро хорошо видно на том берегу. Осталось бросить поноску и послать собаку к ней по прямой через водную преграду. Поноска упала рядом с ориентиром, и когда собака выберется на берег, ей будет легко найти поноску. Если собака сразу найдет поноску рядом с ориентиром, она схватит ее и сразу же побежит обратно. Смысл в том, чтобы собака научилась забираться на берег и начинала искать добычу, не теряя концентрации. Некоторые собаки находят добычу очень быстро. Они понимают, что им нужно подобрать, и это не занимает много времени. Другие собаки могут замешкаться. Когда собака научится делать все быстро и поймет, что нужно искать упавшую птицу, можно убрать ведро и начать следующую фазу тренировки. На сегодня это все. Вернемся к охоте. Соскачеван, Канада. На восходе солнца все вернулось на круги своя. Небо окрасилось не только солнечными лучами, но и темными силуэтами поднявшихся землеуток. Я люблю влажный запах уток и пороха по утрам. Я люблю влажный запах уток и пороха по утрам. Отлично. Сейчас подлетят сюда. Когда собаки стали прибегать к нам с внушительной добычей, вера в них оправдалась. Попав в птицу, мы давали команду, и собака тут же приносила дичь. Попав в птицу, и собакам пришлось носить немалый груз. Это стало для них новой задачей на охоте. Соскачеван, Канада. Камера Джеффа. Стреляю. Охота увенчалась успехом, в том числе и благодаря работе, проделанной накануне. Мы нашли поле, которое облюбовали птицы для кормежки и отдыха. Исследовав поле, мы позаботились об укрытии для нас. Высоковато. Пусть летят. День был в разгаре, птицы кружили над полем, не снижаясь, и мы решили кое-что поменять. Сейчас мы перейдем в другое место и возьмем с собой механические приманки. Может, тогда птицы полетят на нас. Поближе к водоему. Далее в программе вы узнаете, что из этого вышло. Также мы покажем отличный способ приготовить утку в рубрике «Женский уголок». Четвероногие охотники. Пришло время для рубрики «Женский уголок». Кейт, мы настреляли немало водоплавающей птицы, и я бы хотел, чтобы ты поделилась со зрителями замечательным рецептом блюда из жареной утки. Что будем готовить? Так, афахитос. Перед тем, как приступить, я должен сказать, что у нас в доме живут три собаки. И я думаю, раз они помогали нам в поле, то заслужили право попробовать утку. Да, мы дадим им попробовать. У нас две прекрасные утиной грудки и овощи. Расскажи, как мы будем их готовить? Прежде всего, нужно нарезать на доске утиную грудку узкими полосками. Нарезанные полоски мяса будем поджаривать первыми. Мясо готово, а что с овощами? Здесь разные виды сладкого перца. Головка лука. Я нарежу перец ломтиками примерно такого же размера, как полоски мяса. Кубики не подойдут. Должны быть ломтики. Я кладу мясо на сковороду, чтобы слегка обжарить его до того, как добавить овощи. Мясо будет готовиться дольше овощей. Потом я добавлю лук. Чем приправить мясо? Нет ничего проще, чем взять уже готовую приправу для така. Добавив приправу, следует посолить мясо крупной морской солью, а в конце добавить немного черного молотого перца. Теперь высыпаем лук и овощи. Верно. Мы нарезали одинаковыми полосками мяса и овощи, чтобы все прожарилось равномерно. Да. На чем мы готовим? Мы жарим на оливковом масле Extra Virgin. В нем совсем мало жиров, и это популярный тип растительного масла. Оно полезнее, чем другие. Мясо уже прожарилось настолько, что можно добавлять туда овощи. А в самом конце, когда блюдо будет почти готово, мы добавим помидоры. Можно выкладывать на лепешку. Выкладываем. Вот так, да. Еще немножко жареного мяса с овощами. Добавив сырых овощей, закатываем рулет такой толщины, чтобы его легко было есть. Получилось так и фахитос. С начинкой из утиного мяса. Перекусив в женском уголке, можно вернуться к охоте. Соскачиван, Канада. Установив приманки, мы выпустили собак, чтобы они очистили поле. Нужно было понять, сколько можно подстрелить птиц при новых границах. Урон стреляю. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смоком стреляю. 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 Охота подняла настроение команды Нам будет что вспомнить Живописные поля, двух молодых собак, едва прошедших обучение и группу, отличных парней Юный лабрадор Касл, для которого это была первая охота Проявил себя лучшим образом, чем несказанно порадовал меня Это была великолепная охота с отличной добычей Мы настреляли огромное количество иуток и гусей в высоком небе Канады Ребята, как вам охота соскачивания? Здорово! На этот раз действительно все прошло на высшем уровне Мы настреляли немало уток, еще утром поражая птиц прямо в полете Думаю, я должен сюда вернуться Здесь огромное количество уток Может, хотелось бы видеть чуть побольше гусей? Это я придираюсь, добыча у нас действительно целая гора А теперь пришло время все убрать за собой и разделать дичь Надеюсь, вам понравился этот выпуск программы «Четвероногие охотники» На следующей неделе в нашей программе Охотничьи поединки между отцом и сыном в двух штатах Мы отправимся на охоту на оленей, где мои сыновья Клейтон и Коул будут искать развлечения Ну и, конечно же, не обойдется без сбора оленьих рогов Все это вы увидите в следующем выпуске «Четвероногих охотников» «Четвероногих охотник шеркал» Субтитры сделал DimaTorzok